Здравствуйте, дорогие любители КТОРУ, дорогие любители карточных гаданий. Знаю, что ждете, знаю, что любите мои недельные прогнозы. С вашим опозданием, как всегда, в дико походных условиях, но тем не менее. Гадание на неделю для каждого знака зодиака максимально понятное. ТОРУ календарь. Сначала обратимся к ТОРУ календарю. У нас с 11-го числа, там аж до 21-го, это последняя декада Стрельца, будет работать Десятка Жезлов. Десятка Жезлов, такая многозначная, я бы сказала, карта. Давайте ее сейчас найдем и посмотрим. Вот в этой колоде, вторая позиция называется, что изобразил художник именно Десятки. Я говорила про Девятку Жезлов, время героев. Но сейчас время, наверное, еще больших героев, но таких, знаете, любителей. Герой-любитель. Итак, Десятка Жезлов. Давайте вот ее рассмотрим. Что мы видим в прямом положении? Да, Десятка Жезлов работает в ТОРУ календаре с 11-го. Примерно, вы знаете, каждый год это меняется. Ну, плюс-минус до 21-го, последняя декада Стрельца, да. Кто не знает, что такое ТОРУ календарь, ищите соответствующий плейлист на моем канале. И, видите, человек с тяжелым грузом на плечах. Тяжелый груз, явно тяжелый, да, по какой-то большое бревно здесь изобразили, или вязанку даже. Вот, но идет достаточно легко, а самое главное, веселенькое лицо. То есть, явно это для себя, своя ноша не тянет, несет он. И он рад, что он это добыл, он, в общем, с собой гордится. Действительно, что-то героическое есть в этой фигуре, есть в этой карте, и все хорошо. Мы, в принципе, за него рады, и, правда, немного хочется ему позавидовать, да, потому что тоже за такими вязаночками очередь ставится. У любой карты ТОРУ есть и оборотная сторона, значение перевернутая, да. И здесь мы видим, что наш герой этого груза не вынес. Он упал, и все это рассыпалось у него, все растерялось, все, может, ему и какой-то, знаете, легкий вред здоровью причинен даже всем этим. Поэтому оборотное значение карты, да, это не надорваться, оборотное значение этого времени. Если у вас стоит такой вопрос, как прожить эту неделю, ну, там декада будет, ну, мы годами на неделю. Как прожить? ТОРУ календарь советует брать на себя максимальную ответственность, быть очень взрослым, быть очень, ну, знаете, таким спешащим, чисто любивым. Там, кстати, десятка жезлов, карта очень карьерная, она полностью принадлежит десятому дому гороскопа, и это время, соответственно, хорошо для каких-то карьерных достижений. Ответственное время нелегкое, нелегкое, карта нелегкая, тяжелая, всегда ношу, груз какой-то такой ощутимый рисуют на ней. Вот. И от нас требуется только брать максимально много, но видеть вот эту границу, знаете, что называется, видеть берега. Чуть-чуть вы больше прям на грамм перевесите ответственности, занятости, обещаний каких-то своих, ожиданий тоже. Честолюбие, наверное, важности собственной, и вот что получится. Вот так вот упадете, перевернетесь и так далее. Соответственно, знаете, вообще в теории Таро десятку жезлов называют крестный ход, понимаете, да? Крестный ход — это как символ, как знак того, что тяжело дается, но очищает душу, и это необходимая, необходимая ответственность, необходимая нагрузка. И, а я бы сказала, знаете, как я бы назвала десятку жезлов, это уже авторская, охота пуще неволе, раньше любили так говорить. То есть этого человека никто не заставляет тащить тяжелый груз, но ему охота, ему хочется отличиться должности в карьере, в деньгах, в личных, может быть, кстати, отношениях, хотя для любви карта считается неблагоприятной довольно-таки. И это время, соответственно, это время второго календаря обещают возможность для именно карьерных планов, для каких-то частолюбивых достижений, для брака, может быть, официального, для разговоров, для планирования официального брака. Вот, а в отношениях, смотрите, чтобы не было слишком большого напряжения. Знаете, если у вас эта неделя посвящена любви, да, романтические ожидания у вас, то следите просто за тем, чтобы разговоры и встречи не были, ну, слишком уж тяжелыми, занудными. Знаете, любовь — это все-таки такая область, где нужна легкость, веселость, где нужна лояльность, непосредственность, а десяточка жезлов, по сути, все это акта исключает. И вот так вот, вот так вот. Вопрос, если о деньгах, то это борьба за деньги, буквально, знаете, борьба, битва. Где-то на работе вы боретесь за премию квартальную, годовую, где-то вы в бизнесе, может быть, не досыпаете и трудитесь. Гадать мы на этих картах не будем, потому что долго будем. Гадать будем на понятных, очень привычных картах, которые я использую каждый день, когда делаю персональные расклады людям. Они такая колода, универсальная 100 карт. За счет этого энергетика какая-то другая добавляет. Называются они испанская Таро. Всем вам известно, постоянно зритель. Так, на этой неделе, а я не помню число, по-моему, 13-го, новолуние, обратите внимание, новолуние, всегда чудесное время, прямо вот выдыхаешь и хочется как-то заново жить и заново творить. А про Таро календарь я вам рассказала. Ну, теперь по знакам прогноз, не в защите, буду кратко и буду очень, потому что, правда, очень у меня занятое время сезон, потому что сезон, сезон нагадания. Понятно. К концу года то ли еще будет. Так, для Овна. Для Овна у нас идет... Кто это, что это? Девятка жезлов. Для Овна продолжается время героизма, каких-то подвигов. Девятка жезлов. Только что она у нас как раз вот сменяется на Таро календаре, отдает караул десятки. Но у Овнов все равно много дел, забот, такая суетная, напряженная неделя, но зато с хорошими результатами, с хорошими плодами. Хлопоты о деньгах идут у вас и еще раз хлопоты о деньгах. Хорошая карта, вполне себе Овновский. Обратите внимание, есть персонаж, фигурная карта, с которым можно обратиться за помощью денежной. Денег в долг на бизнес попросить или вообще не в долг. И доверительные отношения с окружающими есть. Есть какой-то возврат этих отношений. То есть может быть примирение, может быть поездка туда, где вас хорошо знают. Или поход, или какой-то компания, где вас хорошо знают. Что карта советует? Конечно же быть практичными. Это отличное время. Это вообще для всех отличное время, чтобы регулировать окончательно, бесповоротно, ну как бы итоговые финансовые пороги, потоки года. Никаких опасных предупреждений для вас нет. Поборитесь за деньги, поборитесь за выгоды, но при этом, конечно, никаких конфликтов, никакой войны. И не причиняйте вреда себе и окружающим. Великолепным тельцам достаются. Достаются тельцам. Ага, все та же девятка жезлов. Что, она у нас не переключилась? Только что на Дару Календаре она работала, девятка жезлов. И сейчас передала вахту десятки. Но для тельца продолжается вот это вот время героизма. Героизма напряженное время, суетное, хлопотное, такое, знаете, выразительное, когда вы один против, одна против всех. Но активная карта неплохая. Я люблю такие же злые. Десятка, девятка и десятка. Ох, ох, ох. Так много ответственности у тельцов, как много трудов, как много гордости за себя, как много удается на себя взвалить, взять и как многим можно гордиться и похвастаться. Перевернутая башня выпадает. Как предупреждение, вот опять же здесь, не перетрудиться. Это, собственно, смена дома, смена места жительства, смена локации для бизнеса или для офиса. Потому что башня – это знак какого-то строения, символ какого-то строения. Трудный переезд, трудный ремонт, трудный переход с должности на должность, переход на другую работу. Не нравится башня мне в любом виде. Ни прямая, ни перевернутая. Давайте еще одну карту достанем. Потому что мы тельцы за последние полгодика, я бы сказала, да, очень привыкли. И к башне, и к этим тяжелым жезлам. Потому что тельцам действительно, видите, придется столкнуться из худшего, да, наверное, с проявлением какой-то нелюбви, знаете. Кстати, если у вас чаяния именно любовные, романтические, то, ну, вот такие карты. С карьерой все хорошо. Продвигается, кстати, запросто девятка-десятка. Очень даже хорошая работа найдется, знаете, с такой должностью, которую не стыдно назвать. А вот, ну, не гарантируемый вам хороший коллектив на этой работе. То есть немножко может быть такой холодненький прием, при взятой какой-то отношении. Вот ожидания любовные не сбываются, знаете. Ну, может быть, дружеские, ну, такие сердечные, какие-то вот эмоциональные. Ну, какой совет таких карт для тельца? Будьте собраны, будьте деятельны, будьте достаточно холодны. Потому что, знаете, несмотря многие... Часто мы путаем, да, несмотря на то, что огненная масть, жезлы, но она безэмоциональная на самом деле. Это же не вода. Поэтому не время расчувствоваться, не время дать слабинку, или не время даже кого-то пожалеть. Время побиться за себя, за свои высоты. Следующая карта для дорогих, драгоценных близнецов. Кстати, близнецы могут переживать сейчас довольно смутные времена. Знаете, почему? Потому что время сейчас для вашего знака полярное. Видите, мы же на полюсе от вас находимся сейчас. Я имею в виду в точке календарной и в точке зодиакальной. Так, перевернутые, перевернутые, повешенные, избегайте ненужных жертв. Жертвуйте временем, жертвуйте вниманием, не знаю, деньгами, любовью, силами. Жертвуйте напрасно. Вот если планируете что-то пожертвовать, что-то сделать в удолжении, знаете, кому-то, то много раз посчитайте, потому что может оказаться это очень ненужным таким вот актом. Закрывайтесь от лишних разговоров, не рассказывайте о ваших планах, избегайте помощи, но и избегайте также вреда, то и защищайтесь от какого-то вреда, возможно, который вам хотят причинить. Время довольно какое-то одиночное, вредите свои интересы, не особо, не думала, что будут учить вас плохому, но карта советует не особо помогать, особенно тем, кто не заслужил. Определенно время не самое мудрое, что ли, для вас. То есть такая вот напрашивается какая-то необдуманная жертва в пользу, неважно, одного лица или там нескольких каких-то людей. И вот эту жертву, она ненужная какая-то абсолютно. Перевернутый отшельник, это знак какого-то неправильного пути. Будьте внимательны, если всерьез выбираете будущее сейчас, например, профессию, работу, место жительства, страну или любовника, потому что, видите, перевернутый отшельник, это всегда тот, кто сворачивает направо, когда нужно, например, прямо идти. Перевернутый отшельник, это всегда человек, который не додумал и сейчас не выглядит дураком, но обязательно превратится в шута, когда пройдет часть пути, несколько шагов впереди. Ну, такие карты, знаете, довольно-таки странненькие. Они не про работу, не про деньги и даже не про любовь. Карты про душу, карты про ваше духовное отшельничество и карты про щедрость или нещедрость сердца. Дорогие раки, следующие карты будут для вас. Ох и непростая колода, ох и непростая все-таки, особенно почему-то сегодня. Это, конечно, не для любителей сильно оптимистичных прогнозов. Императрица, хорошее начало, считается, в общем, положительной картой, что прямая, что перевернуть. Давайте ее даже вообще тогда сделаем прямой, потому что мы не будем здесь учитывать ее положение. богатство, здоровье, женские дела, любовь, мудрость, щедрость, в общем, все, что средоточие самых положительных, позитивных женских энергий. Императрица вот такая карта своеобразная, знаете, потому что она вот обещает как бы все сразу, о чем бы ни были ваши загадки на это время, все сбудется, все сбудется. Императрица, это такая очень реальная фея, сказала фея и жрица, реально представляете, ждете фею, проситесь на бал, мечтаете о платье и туфельках. Аж три старших аркана, раки, внимание, неделя очень, очень важная. Карта дьявол, некий жизненно важный выбор, который определит судьбу на долгие-долгие годы, на долгое время. Жрица с императрицей неизбежно, так считается, в теории Таро обращает внимание на женскую репродуктивную систему. Это дети, рожденные, нерожденные, это вопросы беременности или невозможности забеременеть, это вопросы, ну что ли, родовой кармы или продолжения рода, то есть вот что-то такое очень женское, очень свое, энергетически, и заряженное приходится вам решать. Дьявол переворачивается, очень спорно, это в теории Таро, конечно, значение. Дьявол — это выбор, это, собственно, аналог шестого аркана, карты влюбленной, но там мы делаем выбор свободный, а дьявол — это, видите, с веревочкой нашей, выбор из двух узлов. Ну перевернулся, перевернулась карта, то есть может быть это полегче как-то будет. Вопросы, если про карьеру, то она вполне достижима сейчас через связи, через коммуникации и через некое волшебство, через помощь, например, старшей женщины или женщины высшей подолжности. Если вопросы про деньги очень даже неплохо, достижение каких-то финансовых целей, хотя не всегда белыми, прямыми путями. Если вопрос про любовь, то здесь вообще этого всего много. Мы видим здесь и страсть, и прощение. Карты вызывают у вас вот к душевной щедрости. Советы карт для рака будьте, во-первых, почувствуйте под пятой точкой трон. Сделаем такую аффирмацию, давайте, сделаем такую медитацию, такое упражнение, ощутили тепло в определенном месте. Это ваш трон. Каждый день вы ходите из дома с высоко поднятой головой и максимально нарядный. Посмотрите, эти две фигуры, эти две тетки, они всегда очень нарядные в любой колоде. Отлично выглядеть, красиво одевается, красиво говорит. Помните, да, песню? Вот это должно быть про вас. Деньги не расточайте, но замечайте, замечайте тех, кто нуждается в вашей помощи, потому что, может быть, именно для вас это время готовит роль вот той самой феи. Следующие карты будут для роскошного, нарядного льва, ну, для львицы, наверное, с учетом того, что аудитория канала женская, почти исключительно, чему я страшно-страшно рада. Загадайте ваше желание, загадайте, чего вы хотите от этой недели, как вы хотите, чтобы она завершилась, закончена. Так. Так. Неплохо. Двойка с тройкой. Вот это хорошая пара очень считается. Двойка и тройка пентаклей. Это, знаете, такие символы, сами по себе, тем более в паре, символы благополучной, веселой жизни, когда все удается, все складывается. Эти карты любят и ваши соответствующие отношения. Они просят вас проще смотреть, лояльнее смотреть на людей, на ситуации. Если чего-то сегодня не хватает, будьте уверены, завтра хватит денег, например, на новую какую-то сумку. Приветствуются небольшие, хотел сказать, хотел сказать, гулянки, да, или, не знаю, слово, чаепитие в кругу друзей, очень даже. Приветствуются. И приветствуется работа. Все-таки тройка Пентакли это карта работы, и это время для вас спокойного такого делания, может быть, освоения даже мастерства какой-то новой профессии. В середине туз мечей перевернутый советуют вам не торопиться. Вот, знаете, такая картина вырисовывается. В окружении абсолютно благополучной, текущей, привычной, даже рутинной жизни, работы, окружении привычных людей и ситуаций, все-таки что-то гложет вас, что-то давит, вы нечто должны решить. Кому-то сделать предложение, кого-то куда-то позвать, или наоборот, вас зовут, вы должны согласиться, например, на новую работу или замуж. И туз переворачивается этот, вся срочность уходит. не нужно резких движений, не нужно спонтанных решений, не нужно конфликтных разговоров и не нужно создавать в первую очередь для себя напряженных каких-то ситуаций. Оставайтесь в каком-то таком, на плаву, оставайтесь в каком-то привычном таком вот рабочем режиме. Пентакли преобладают, то есть денежные вопросы благополучно разрешаются. А вот самую главную проблему, ну, например, в любви, вот, решить пока не удается, решить пока невозможно, отложим. Следующий прогноз для Девы. Наши непростые карты расскажут и посоветуют, как вам прожить эту неделю. Могут быть сюрпризы, потому что колода особенная, колода особенная. и Девы особенная. Так, начинаем со старших арканов. Выдохните, сделайте глубокий вдох, выдох, потом такой это йога-вдох, йога-выдох, потому что мир говорит, что все в порядке и неделя гармонична, но что-то уравновешивает, уравновешивает и что-то гармонизирует в вашей жизни, то есть что-то завершается и так, как надо. Дела идут как надо. Видите, любовные, денежные, может быть, дела идут как надо. Есть некоторая растерянность, есть ощущение, что недоиграли. Ну, семерка Пентакли, это вообще такой вечный символ перфекционизма любой девы, да, дева сама, копающаяся, самокритичные люди. Вам предстоит в буквальном смысле завершить какую-то проектную работу, какой-то важный, ограниченный по времени проект, некую задачу, ну, знаете, закончить ремонт, закончить переезд, закончить перевозку, не знаю, бизнеса своего, или перевод этого бизнеса на новые, какие-то рельсы, и все это получается, все получается, то есть большой кусок жизни завершается, закрываются какие-то гештальты, закрываются прошлые долги, закрываются прошлые сомнения, прошлые истории, все это очень хорошо. Карты предостерегают от чего? От сомнений, видите, вот они, влюбленный шестой аркан перевернулся, семерка пентаклей, кстати, тоже перевернулась, остается очень много сомнений, вы достойно выполнили работу, потрудились на славу, получили заслуженную премию свою, прибыли какие-то и все, но остается ощущение, что вы выбрали не то, выбрали не тот путь, что вы, что называется, как актеры говорят, не доиграли, бросьте, есть еще действительно над чем поработать в жизни, кстати, вот перевернутый аркан шестой, вообще интересная карта, очень хорошая, в личных раскладах всегда хорошо проигрывается, про любовь карта, вообще-то про любовь, время-то романтичное, наверное, предпраздничное, возможность встретить свою любовь, возможность встретить для себя пару и сделать выбор, что называется сердцем, выбор от сердца, то, что она переворачивается, карта, ну, может быть, с легкими поправками, с легкими оговорками, выбор ваш не идеальный, могли бы еще и подождать, и поискать, это я шучу, конечно же, нет, давайте вернем карту в нормальное прямое положение, хороший прогноз для любви, непонимание, что дальше, и может быть, вы чуть-чуть, чуть-чуть ваши любовные истории не дотягиваете до того, что называется серьезными намерениями, знаете это, да, вот, серьезные бывают намерения, а бывают несерьезные, а бывают посередине семерка пентаклей, шаг вперед, два назад, это от вашего партнера или от вас, но, если вы одиноки и ставите цели в активном поиске, да, то это очень-очень хорошее время, вот, обрести гармонию души через пару, через партнерство, почему только любовь, кстати, пара, это может быть и дружба, это может быть и дружба, дружба ценнее любви, я иногда думаю, потому что она сложнее намного, там не работают инстинкты, там все на голове завязано и взрослее, дружба более взрослая вещь, чем любовь, и поэтому видите, какой-то важный человечек рядом с вами появляется, и так вам с ним хорошо, ну не загадывайте дальше, что будет, ну не копайтесь ни в себе, ни в нем. Для весов будут следующие карты, непростая колода, предупреждаю всех, для эстетов, для всех, кто избегает вообще любых сомнительных предсказаний, да, это такой вот звоночек, это такой стоп-слов, ну посмотрим весы, с двойки жезлов начинается, держим оборону какую-то, но не активную, не конфликтную, двойка жезлов, это интересный совет, побеждать, но так, чтобы никто этого особо не заметил, такая же триумфальная, как шестерка жезлов, как ресницы, или как девятка жезлов, но она, знаете, вот скромненькие победы, не тайные, вот давайте не путать, а скромненькие победы, с двойкой жезлов вы стоите на своем, на своих позициях, про деньги, про отношения, про что угодно, стоите, ну так вот, как-то вот, можно сказать, что в рубище, особо на каждом углу об этом не кричите, карта советует не уступать, если есть сейчас интервенция, если кто-то наваливает вам свои интересы, свои желания, карта действительно советует не уступать, все равно сделайте по-своему, думайте по-своему, и сам это очень тяжело, мы много раз говорили про то, что весы самый восприимчивый знак для влияния извне, здесь влияние на лицо, но также на лицо и ваша способность этому противостоять, немножко двойка жезлов просит закрыть уши, в которые что-то кто-то льет, как всегда, в общем, да, есть некоторая растерянность и придется, да, некоторая растерянность, ощущение, знаете, вот эта семерка Пентаклей, ну не очень хорошая карта, она не считается таковой, это скорее мое личное впечатление, но семерка Пентаклей, это вот она такая, когда ты смотришь вперед и понимаешь, что впереди работы больше, чем сделано за плечами, вот, но неприятное, не самое, да, неприятное какое-то чувство, поэтому вот такая оборона в условиях плохой видимости, в условиях, а, и это карта неуверенных людей, что делаю, не знаю, куда плыву, куда грибу, пока вообще берегов не видно, вот, и придется вам общаться с неприятными людьми, встречи с людьми, которых вы, ну вот прям не любите, может быть, не встречаться лично, говорить там, по телефону, или переписываться, нелюбовь, знаете, такая, причем она вот ваша именно, может быть, столкнетесь и с нелюбовью в свой адрес, но это как-то легче переносится, да, самое главное, эту черную змею нелюбви в своем сердце не носить, не скажу, что эта неделя прямо вот сильно у вас какая-то такая переломная, а советы такие, да, двигайтесь дальше, самое главное, курс сейчас не менять, коней на переправе не меняют, вы помните, да, не меняйте никого, людей, не меняйте тех, кому вы доверяете, от кого зависите, не меняйте ни дом, ни работу, ни прическу, ни цвет волос, не меняйте, все продолжайте, все в принципе работает, какие-то механизмы жизненные у вас настроены достаточно хорошо, ну вот с этой вот нелюбовью, перевернутая королева кубков, знаете, если такую отсылку уж дальнюю, дальнюю, да, философскую, дать вам, ну возлюби ближнего, как самого себя, даже если этот ближний, не люди, а цветы на блюде, ну, куда деваться, великолепный, верный, сильный, страждущий, вечно, метущийся, незаметно глазу, скорпион, для вас, следующий, только на неделю проданий, поэтому, но неделя, это тоже кусок жизни, иногда такой, меняющий, достаточно, с двойки мечей мы начинаем, первый совет, закрывайтесь, не рассказывайте о ваших планах и делах, не просите помощи, и избегайте, всячески избегайте тех, кто может вам навредить, кстати, а в моем втором календаре, по-моему, двойку мечей я очень хорошо, прям как-то талантливо описала, это, знаете, время, когда, ну, сто раз лучше промолчать, мы и так знаем, что молчание это золото, но сейчас, это становится золотом, золотом высшей пробы, ваш успех, на следующей неделе, зависит именно от вашей, от автономии, вашей воли, от того, насколько вы не дадите людям повлиять на вас, от того, насколько вы не расскажете свои секретики, чужие секретики, от того, насколько вы сможете усидеть и не кинуться в бой, не подраться с кем-то, не поругаться, а сохранить эту, всю эту эмоцию, как бы в себе, время одиночек, время одиночной какой-то, не борьбы, скорее, это одиночные раздумья, и, и время неправоты, так я сказала правильное слово, вот перевернутый отшельник, человек, который вечно неправ, это и предсказание, и советы одновременно, все-таки подумайте, какой-то принципиально жизненно важный вопрос, у вас, например, в работе или в любви, вы в этом уверены, вы так много его обмусолили у себя в голове, переварили, обкатали, а вот, но, изначально направление задано неверно, поэтому вы неверные выводы сделали, неверный вывод об измене любимого, например, или неверный вывод о ваших собственных ресурсах, способностях, если вы пошли там на работу, или экзамены какие-то сдавать, то есть, идем ложным путем, товарищи, но идем уверенно, идем в одиночестве, молчим об этом, стеснув зубы, и куда придем, вот нам третья карта может быть расскажет, а может и нет, не знаю, перевернулся маг, то есть, видите, некое такое вот бессилие, статичные карты, в целом, в сумме, они какую-то, знаете, дают такую вот статику, прям буквально статику, но внутри кипит работа, снаружи ничего не происходит, потому что вы не совершаете поступок, которого ждете от себя, и которого ждут другие, там на работу не выходите, в поездку не отправляетесь, куда-то в эмиграцию, предложение кому-то не делаете, на чужое предложение не отвечаете, на звонки, на письма, на какие-то сообщения, много внутренней работы, много внутренней изоляции, при этом снаружи буквально жизнь абсолютно, как будто бы замерла, какие советы, зрив корень, карты вам действительно буквально рекомендуют пересмотреть, пересмотреть очень важное какое-то ваше решение, вы его и не делаете, это решение, потому что вы буквально заблудились, и схема применима и как любви к работе, так к деньгам и к чему угодно, и к здоровью в том числе, но если конкретно о работе речь идет, особенно если вот новое дело, новый бизнес, новая работа, то опять же отмотать жизнь как кинопленку, насколько на неделю назад, на месяц для кого-то, на год, и посмотреть, а тем ли путем вы вообще тронулись и двинулись. Вообще перевернутый маг с отшельником — это отметка бессилия, знаете, это такой момент, когда вы много о себе думаете, но буквально ничего не можете сделать, волшебная палочка погасла в руках, и очень трудно делать какие-то жизненно важные выборы. Если вопрос о деньгах, то строго денежных карт здесь нет. Я бы рекомендовала крупные решения, связанные с деньгами, покупку, продажу, все-таки отложить. Для именинников стрельцов, конечно же, следующее гадание моей карты. Дорогие стрельцы, вас всех бесконечно люблю и поздравляю с днами рождения. Желаю вам исполнения, конечно, самой главной вашей фрустальной мечты вашего детства, ну и денег побольше. Остальное мы купим. Итак, на неделю для стрельца прогноз будет... Ну, сказала про деньги, как притянула. Обратите внимание, Паш Пентакли, хорошая карта, доходы, денежные движения, новость о том, что вам зарплату поднимут, например, или премию хорошую дадут. Пажи все новое описывают. Просто хорошие, впечатляющие новости о деньгах. Переворачивается, переворачивается ваша новость. То есть, премию дадут, но задержат. На новой работе платить будут много, но не сразу, а через полгода, например, когда испытательный срок закончится. То есть, есть, есть хорошие новости о деньгах, но вот чуть-чуть, вот слово «новый» говорите, вот чуть-чуть вот такое вот. А Паш Пентакли, это еще какой-то молодой человек, указание на ребенка, может быть, или на какого-то молодого родственника. к нему вопросов нет. Серьезный, правильный, это знаете, может быть, ваш подругший ребенок, который пришел и хвастается, что нашел свою первую работу. Ну, правда, там не сильно много платят. Так, далее. Перемены, шестерка мечей. А вы знаете, так и должно быть. Когда вы в пределах, в рамках открытия вашего соляра, у вас же открываются один за другим, как прекрасные розовые лотосы, раскрываются соляры у вас. То есть, день рождения, каждый год, новый астрологический соляр для каждого человека открывает, открывает новый горизонт, открывает возможности и заряжает чудесами. И шестерка мечей, она, конечно, для этого времени очень подходит, потому что мы отправляемся в эту условную дорогу по какому-то звездному морю, дорога продолжительности в один год, в которой мы должны куда-то причалить, где-то отчалить, чего-то набраться. Вот. Знак перемен, знак дороги, немножко вынуждают обстоятельства, давят. Знаете, на бытовом уровне это вынужденные траты могут быть, просто вынужденные расходы, не пугайтесь, не сильно большие пока, но они повлияют как-то на будущее, то есть вы вынуждены, опять же, за что-то платить, за какое-то обучение во что-то вложить деньги, то есть решиться на новые расходы, на новую ответственность, на новые какие-то обещания, связанные бездействием, которые стоят каких-то денег, давление от, давление на ваш материальный мир здесь есть. Не бойтесь, очень мне нравится, она же прямая у вас еще и выпадает, то есть дорога-то счастливая, хотя сейчас так не скажешь. Ведет покорных рок, а непокорных тащит. Запрещает эта карта сопротивляться переменам, то есть, например, те же самые расходы, если вы будете их прижимать и откажетесь платить, то скорее это будет как-то плохо. Ну вот некий одиночный путь, некое такое вот одиночное плавание. Старт. Я бы назвала эту троицу для стрельца, это старт. Старт – это опять же новая работа, новая зарплата, новый бизнес, новый какой-то, может быть, творческий проект. Ну, немного плохо, что вот эта двойка мечей исключает пару. Кто-то с вами не поедет и не поплывет. Кто-то в этом мероприятии выгоду не найдет, такой же, как вы. Что карты советуют? Первое, да, подчиняйтесь судьбе. Всегда говорите «да». А во-вторых, будьте все-таки практичными, деньги считайте, но не сильно прижимайте их. Жизнь стоит денег, вы знаете, хорошая жизнь стоит хорошая денег. Вот. И не слишком рассказывайте людям о ваших планах, да и не берите никого с собой в дорогу. Поезжайте сами и поезжайте может быть, даже немножко тайно, даже если это выход на ту же самую новую работу, то придержите пока эту информацию при себе. Следующая карта для самого трудолюбивого и честолюбивого Козерога. Ну, поскольку на втором календаре рулят ваша карта десятка жезлов, у вас все должно быть правильно и хорошо. Какое-то дело, крупное дело не продолжается, трудно продолжать работать, карьерно стремиться, трудно куда-то поехать, нечто важное для вас затормозилось, застопорилось и пока на этой неделе это не осилить, продолжение не осилить, кто-то не осилит продолжение ремонта, кто-то не осилит карьерный рост, достижения там до новой работы, достижения новой какой-то бизнесе. Хорошая, нормальная карта, вообще, конечно, король жезлов, это, знаете, так, в общем-то, герой, герои которых мы заслужили, деятельный человек. Если успели задать какой-то важный для себя вопрос, то все достижимо, вы движетесь к цели, движетесь правильно, опять же, работа карьеры в первую очередь, то, что вам обещает судьба и начальство, все это обязательно сбудется, вообще, такой человек-достигатор, а вот, но хорошая новость о карьере, пока задерживается. Карта фигурная, король жезлов, страстный человек, мы часто все равно королей считаем вот в таких общих гаданиях, но в личных, тем более, знаете, женихами. Какая-то для козерогов, для женщин-козерогов есть мужская фигура интересная, огненная, страстная, заметная, а что с ним дальше-то? Посмотрим, все-таки про любовь или портрет начальника, может быть, перевернула карту, потому что мне вообще, я не люблю фигурные карты перевернутыми. Неожиданности связаны с этим человеком и неожиданные иные, кризис, опять же, связанные с этим человеком. Видите, буквально ваши планы упираются в чью-то бездеятельность, в чью-то нерешительность. это и партнер по бизнесу, который подводит, например, и настолько серьезно, что вы имеете проблемы какие-то кризисные. Это и начальник, который подводит, ну как, премию не выдает, там, или что-то еще. Карта Суд есть, отсылает вас к вопросам справедливости, то есть, насколько бы вам эта неделя не показалась болезненной, странной, неуместной, противной, все-таки это должно было случиться с неизбежностью. Суд, эта карта, вот именно, ну знаете, на ней всегда изображается цена Страшного Суда. Неотвратимость, карта неотвратимости, знаете, что-то такое фатальное роковое здесь и есть. А роковая может быть неудача, вот опять же, с достижением какой-то карьерной цели. Не удалось, не пригласили, не позвали на работу, хотя очень хотелось куда-то, вот, там, сделку какую-то не заключили, не выиграли конкурс, не сдали экзамен. Удар, вообще, вот эти две карты, Суд и Десятка Мечей, они так, ну в теории Таро, называют удар, вас ждет этот удар. Но как буфер, вот видите, смягчающий персонаж, есть здесь, король жезлов. То есть, этот удар, может быть, он не по вам идет, вам попадает рикошетом, остаточная волна, какая-то вас как бы зацепляет. Вот это будет достаточно хорошо. Карты советуют Козерогу, конечно, обращать внимание на карьерные вопросы, на людей, которые окружают именно в карьере. Для Водолея прогноз на текущую неделю декабря. Пока еще декабря, пока еще мы в этом году, в этом статусе. Так, очень интересно. Старший Аркан, карта Справедливость, переворачивается для вас на тонком плане, на тонком уровне, очень о многом говорит. Становятся актуальными в вашей жизни, как, впрочем, и всегда. Вопросы, вот, знаете, правильно, неправильно, справедливо, несправедливо, по заслугам или нет. Это не конфликт открытый, вряд ли, но это работа души в эту сторону. Переоценивайте себя, собственные ценности, переоценивайте, конечно же, поступки и поведения каких-то других людей. Официально Справедливость и эта карта про документы, про юридические вопросы и про права, разные правовые ситуации. Когда карта переворачивается, это как раз документы, которые теряются, и законы, или какие-то подзаконы, нормативные акты, которые сейчас работают против вас. Но тяжёлая карта, она слишком взрослая, она слишком формальная, она скучная и такая ответственная. Это вот действительно законы, не знаю, или обычаи делового оборота, которых не обойти. Приходится подчиняться, приходится читать, ну как минимум должностную инструкцию, да, сослали в бухгалтерию. и карта советует вот как раз обращать внимание, ну надо, надо. Понимаю, что перед праздниками хочется уже веселиться и только бегать за покупками, но у вас здесь подписывать вам предстоит бумаги или не подписывать. Что лучше, что хуже, это вам решать. Ну посмотрим. Иногда, знаете, с перевёрнутой этой картой кто-то очевидно несправедливо поступает в отношении у кого. Ну вот просто. Кто-то, это инстанция может быть какая-то, проверяющий орган, а может и человек, иногда и близкий человек, да. Башня рядом, тоже старший аркан, тоже переворачивается. Ну такое, знаете, больших разрушений в жизни, вот из-за бумаг, из-за документов, из-за того, что, знаете, какую-то бумажку недопоставили, недописали, чью-то подпись недособрали. Больших разрушений придётся избежать. Последний момент, побежите, поедете, всё подпишите, да, оформите и так далее. Но тем не менее, это будет какая-то такая история довольно стрессовая. Впрочем, и человек своим отношением, определённый человек, может буквально вас потрясти. Да. Но итог этих переживаний всё-таки счастье, всё-таки какой-то успех. Ох, три старших аркана вам выпадает. То есть, для Водолея эта неделя очень важна. Хорошо бы вам в это время, видите, вопросы справедливости, давайте всё-таки тонкие, какие-то абстрактные планы зацеплять и оценивать. И оценивать. Хорошо бы вам в это время с кем-то помириться, с кем-то наладить отношения, вот возрадоваться какому-то человеку, который возвращается там в лоно семьи, куда-то и так далее. Потому что это ведь может быть и счастье в любви. Справедливость в браке. Брак откладывался или казался невозможным, а тут всё достижимо. И счастье. Счастье из-за достижения какой-то цели. Многое зависит от вас. Очень многое. Мир делится, знаете, именно вами на чёрное и белое, на хорошее и плохое. Есть шанс нечто в жизни восстановить. И восстановить, знаете, надолго, например, восстановленное, отношение, там любовные истории или дружеские отношения. А они будут вас очень долго греть и будут настоящей батарейкой в жизни. Карты для рыб. Великолепных, нежных, чувственных, загадочных и бесконечно, бесконечно добрых. Но карты у нас не очень добрые. Посмотрите, какие-то юридические вопросы, ключевая тема. периода. Юридические, правовые вопросы подписываются или не подписываются. Карта же перевернулась. Некие важные документы. На тонком плане вопросы справедливости гложат вас. Кто что заслужил, стоит ли бросаться в бой, стоит ли вчинять иск или отказаться, повременить. Кто прав, кто виноват. Такая карта прямая-то сложная, она ответственная, сухая, она очень строгая, а перевернутая говорит именно о несправедливости, о каком-то абсолютном, знаете, таком неприятии, непринятии вас миром. Ну, в лучшем случае, каким-то конкретным человеком. Карты предсказывают и советуют для рыб. Неделю придется провести или продумать в одиночестве. В одиночестве будете думать, будете оценивать шансы, молчать, будете много скрывать, и этот совет тоже такой параллельный. Не делитесь особо планами, стиснули зубы и не давайте никому вам помочь, особенно советом, но и избегайте чужого, негативного влияния, то есть не давайте испортить вам жизнь. Знаете, двойка мечей, вроде бы не крупная карта, но такая она выразительная. И я сегодня очень многим знаком выпала, как-то она этой десятке на втором календаре подпевает. Некая скрытность от вас нужна, некая, некая, ну, знаете, готовность выбирать, но не выбрать окончательно. Отшельник знак дороги. Все-таки решите на что-то учиться, работать, поехать куда-то, кто-то решится на новые отношения. Кстати, справедливость с отшельником, брак, вопросы брака, знаете, принимается решение глубокое, серьезное, важное и очень личное, очень антиночное решение о браке, будущем или о судьбе вашего текущего брака. Отшельник хорошая карта, она очень, знаете, такая про путь, хотя бы первый шаг, но к новой профессии, к новой должности, к новой семье, к новому дому вы сделаете. Карты советуют только вот покопаться в собственном сердце и открыть, там, раскрыть вот эту вот именно справедливость и все, все много развешивать, даже когда вы едете, куда вы едете, с каким настроением, давайте, кстати, про настроение спросим, зачем вы едете-то? Ну, едете, в общем, за деньгами, за барышами, за какими-то своими выгодами и, наверное, справедливо, наверное, вы их получите. Спасибо.